Павел Иванович Отто, который открыл это месторождение и по обыкновению, как это принято у геологов, назвал его именем дочери Александрины, до сего радостного момента не дожил. Зато на митинге были его жена и дочь. Да-да, та самая, чем именем и наречена уже нынешняя Александринская горно-рудная компания. Сегодня, пройдя восьмимесячный путь, коллектив Александринской горно-рудной компании пришел к тому дню, когда итогом подводится вся работа коллектива. Вскрыто и подготовлена первая руда Александринского месторождения. На фоне закрывающихся шахт и рудников, погасших фабрик и заводов, признанных неперспективными, что, наверное, спорно, сам факт открытия такого предприятия ошеломляет. Огромные запасы меди, цинка, золота, которые покоятся пока в многобавских недрах, требуют огромных же капиталовложений. Чтобы их пустить в дело, нужно быть человеком, крепко верящим в незыблемость сегодняшнего политического положения. Стараемся вкладывать туда, где будет отдача. Значит, это перспективное месторождение. Поэтому пятую часть своей прибыли, заработанную в 95-м году, мы вложили сейчас сюда. Но мы все-таки надеемся, что остальные участники, это магнитогорский металлургический комбинат, все-таки начнут тоже вкладывать. И тогда будет и нам полегче, и быстрее пойдет дело. Наша медь – лучшая медь? Наша – это Кыштымская. Кыштымская, да, сегодня лучшая медь, и в этом году, я думаю, что в конце года мы ее тестуем на биржу металлов. Пока здесь не встанет своя фабрика для обогащения, руду будут возить в Сибай. Оттуда концентрат повезут в Кыштым, и уже здесь страна получит медь, как вы сами слышали, самую чистую в России. Кыштым, Карабаш, до этих центров промышленного производства меди, отсюда путь не близкий. А ведь рядом, в получасе езды, столица, пусть не цветной, а черной, но все же металлургии. Несмотря на то, что вроде бы связи явной нет, в общем-то мы очень плотно сотрудничаем с районом, это близлежащий район на Гайбаксе, поэтому состояние экономики и развитие ее, в общем-то, непосредственно связаны с состоянием экономики города. Уже после этого митинга, посвященного добыче первой тонны Александринской руды, выяснилось, что к компании проявил живейший интерес Его Величество Магнитогорский металлургический комбинат. Его доля здесь, как пайщика, весома, и вклад будет соответствующий. Как покорный на Гайбаксе народ воспринял то, что на его теле, на теле его района, еще одну дырку прострелили? Вам что, мало хрусталя, южного? Хороший вопрос. Нормально воспринял наш народ, потому что, когда мы рассказали о том, что принесет нам это предприятие, они поняли, я считаю, так, никаких проблем у нас в этом плане нет. Наоборот, мы попытались донести до них значение этого предприятия. Мы сегодня об этом говорили, я думаю, с этим у нас проблем не будет. Вот мудрые скандинавы, когда посчитали экономичность этого проекта, они посчитали, что им лучше сюда вклиниться и для них, и для вас, то есть для района. Сейчас других нет. Куда они девались? Они не девались. Они, кстати, скандинавы сюда входят. Они входят сюда предприятием. Они их подставляют, они являются нашими партнерами. Но скандинавы захотели, скажем так, прямо сыграть на свой интерес. Горячие финские парни, да? Да. Они ведь запросили так, финское руководство, контрольный пакет. Мы тогда, в далеком 91-м, теперь уже в далеком 91-м, на это соглашались. Да, и я хорошо помню, как пять лет назад, когда решался вопрос о судьбе горно-рудной компании, за благо сочли ее учредители участие в деле западных инвесторов. Но затем случилось то, что должно было случиться. Окрепшая власть, которой долго мешали оппоненты заняться наконец-то делом, сказала свое веское слово. Существует в России красный пояс. Урал называет железным поясом верности президенту. Вы создаете медный пояс? Мы создаем металлический пояс. Он и медный, он и цинковый, он и железный. И золотой, да? И золотой. И золотой, да. И я думаю, что в этом смысле то, что обнаружилось на этапе вскрыши, железистая шляпа на этом месторождении, с очень высоким содержанием и золота, и серебра, это не просто подарок судьбы. Это подарок судьбы тем людям, которые сегодня, несмотря на все трудности, могут делать дело. И которые делают дело, результаты которого скажутся не только сегодня, не только для Нагайбахского района, но результаты скажутся десятилетиями вперед и для всей Челябинской области. Почему чиновника столь высокого ранга, как ваш, называют отцом идеи этого месторождения? Ну, я тоже для себя как бы умножаю количество собственных детей. И так их трое. Но вот это вот один из тех самых детей. Дочери Александрина. Да, действительно, это дочь Александрина, которая, наверное, непокорная по характеру, которая, наверное, трудная. Но пять лет назад, когда мы затеяли все это мероприятие, которое в разряде, скажем, старых госплановских представлений просто никогда не было бы разработано. Мы бы делали, наверное, бам, мы бы делали, наверное, реки куда-нибудь поворачивали, но до этого руки никогда не дошли. Это слишком мелко было для тех гигантских масштабов, которыми мы могли оперировать в то время. Так вот, пять лет назад мы, затеяв это дело, столкнулись с непокорным характером и Александрины, Александринского месторождения, и прошли, ну, большую школу. Я прямо скажу. Было все. Были скандалы, были ссоры, были серьезные разговоры в Москве, были суды. Все было. Все было, но шли мы для себя по одной простой дороге. Мы делаем не только дело для Ногайбахского района, или не только дело для Рудника, мы делаем большое дело для области, для нашей земли. И самое главное, чтобы это дело служило этой земле долго, верой и правдой. И вот сегодня вот этот непокорный ребенок, он не просто пошел в школу, он принес первую пятерку. Почему отскочили финны и разные прочие шведы? Ну, наверное, и в силу определенных наших условий. В первую очередь мы были заинтересованы в том, чтобы сырье Челябинской области работало на предприятии Челябинской области. У нас есть Каштымский медиэлектролитный завод, у нас есть Челябинский электролитно-цинковый завод. То есть это гиганты самой высокой технологии, которые должны быть обеспечены собственным сырьем.